С января вступили в силу новые правила застройки. Акиматы больше не будут вводить жилье в эксплуатацию без наличия благоустройства и озеленения прилегающих территорий. Сама по себе новость прекрасная. Плохо, что принимают такие нормы только сейчас. Казалось бы, элементарные базовые потребности – зеленые насаждения, детские площадки, парковки, школы и больницы в шаговой доступности. Бесперебойная подача воды, тепла. Все, как говорится, для людей. Но нет. За годы тотальной бесконтрольности и откровенного строительного лобби наши крупные города стали превращаться в настоящий архитектурный ад. Не побоюсь этого слова. Новые человейники хаотично вырастают на каждом свободном клочке земли. Только в столице за прошлый год выявили около ста жилых комплексов, построенных без документов. Достроились до того, что пол Астаны прошлой весной сидела без воды. Ее элементарно не хватало на всех. Про школы и больницы я вообще молчу. Родители и так все все знают. Смирились. Вот открытые данные из депутатского запроса премьер-министру Республики Казахстан. Сразу в 12 городах Казахстана насчитали тысячу фактов незаконного изменения целевого назначения участков и корректировок генерального плана. Для примера, в Астане и в Алматы 145 зон озеленения отдали строителям. Теперь на этом месте вместо парков и скверов новой ЖК и ТРЦ еще в четырех регионах, включая столицу, 142 объекта образования и здравоохранения заменили на новые жилые комплексы. Зачем в бескрайних казахстанских просторах уплотнять человейники? Думаю, понятно и так. Ведь они уплотняют чьи-то конкретные карманы. Ну хорошо, допустим, проблему наконец-то осознали. И теперь пытаются ее решить. Но что делать с другой проблемой? Я говорю о качестве современного жилья. С каждым годом все больше и больше жалоб мы слышим от новоселов. Ведь накопить на ипотеку и переехать в собственную квартиру – это еще полбеды. Вам потом еще придется несколько лет устранять огрехи строителей. Менять окна, откосы. Потому что держатся они, как правило, на монтажной пене. Утеплять швы и балконы, потому что изоляция смонтирована, как попало. Менять систему отопления, сантехнику. Стелить звукоизоляцию, потому что вместо стен в современных домах дешевые газоблоки. А вместо перегородок – конструкции из ДСП. Недавно коллега на полном серьезе рассказал, как желает соседу за стенкой «Будьте здоровы», когда тот чихает. И ничего смешного здесь нет. Плакать надо от такого качества современного жилья. Хвататься за голову нужно тем, кто довел до такого состояния строительную отрасль. Вот скажите, это нормально, что дома в Казахстане рассыпаются буквально от ветра? Думаете, это суровый климат? Виноват в том, что с многоэтажек сносят крыши и облицовку при любой непогоде. А представьте, если будет как в Турции. Нет, климат здесь ни при чем. А виновата в этом все та же бесконтрольность и жадность. Лет 8 назад власти взяли курс на избавление бизнеса от ненужных проверок и лишнего контроля. От государственного технического надзора перешли к частному. А с частным всегда можно договориться. Вот и получается, что современная стройка фактически не контролируется в плане качества. А стройкомпании экономят как могут. Во-первых, все материалы дорогие. Во-вторых, импортные. Своего почти не производим. Схема простая. Строить качественно значит вкладываться и терять прибыль. Вы заметили, что самые проблемные – это социальные дома, построенные за государственный счет. Там и денег в обрез по тендеру. Так еще и заработать нужно, а возможно, кого-то и отблагодарить. Прибавьте сюда низкую квалификацию кадров, постоянно сжатые строки строительства, низкое качество самих материалов. Сотни субподрядчиков, которые тоже хотят заработать. Есть, конечно, добросовестные компании и достойное жилье. Но там и цены другие. И клиенты тоже. А страдает от всей этой круговой поруки рядовой житель. Ему просто не оставляют выбора. Накопит он с горем пополам на ипотеку. Заселится в новостройку, сделает ремонт худо-бедно. Да и с годами привыкнет желать соседу за стенкой доброго здоровья. Редактор субтитров А.Семкин